всем добрый день я хочу продолжить мои видео моим расхламлении не пугайтесь это моя здесь аптечка ну что вот смотрите что у меня получилось весь ужас ужасный в общем что сказать буду сейчас сортировать что просрочено на что несколько месяцев я сортировал я завела такую коробку специально купила рст гельфа первая помощь в общем вот здесь от простуды все спреи таблетки все чтобы сразу взять коробку и уже лечить своих близких вот здесь это же вот мешочек сортировала это все у меня пластырь пластыри всякие маленькие большие всякие разные вот и здесь не крема для рук это конечно птички не относится но нет места больше в общем сейчас посмотрю еще раз все переберу посмотрю что нужно выкинуть надеюсь количество всего этого уменьшится покажу потом ну что по прошествии некоторого времени хочу показать свои результаты по расслаблению моей аптечки вот все что меня получился такая вот коробка аккуратнее получилось сложить потому что разный размер что нужно ставить что-то положить в общем и вот такой вот ящик я уже показывала это я отдам у меня в общем когда я была беременная сыночком три года назад в общем меня был как называется шланга шанс диабетис вот диабет был беременных я раньше даже не знала что вообще такое существует как бы особо сильно никому не рассказывала раньше не знала в общем у меня остались еще но не просроченные да в общем вот такие вот ланцет для шприцов не нужно было инсулин колоть когда я была беременная вот такие вот салфеточки стерильные каждый раз ну перед тем как делать шприц это всем известно дезинфицировать нужно потом вот такое лекарство у меня едва от мигрени очень хорошие и вот такие вот тоже иголки такие на длину в общем шприцов это у меня как бы я знаю кому уже отдам это все не просроченная и вот такая вот гора у меня получилось всякие просрочки кремов тут даже вот такого такая маленькая сумочка была папа наш когда-то летал еще дом нашего времени когда мы еще не познакомились летал в таиланд и там давали такие наушники и вот такая вот как-то называется маска чтобы спать в общем вот это вот гора я говорю уже просрочка и пустые упаковки в основном просроченные все такие крема таблетки и лекарства в общем я с собой очень довольна может быть кому-то интересно расскажу что чем пользуемся что у нас аптечки быстренько так расскажу пробегусь здесь у меня вот такая вот маленькая коробочка и я ее ставлю сразу как на видном месте в шкафчике где стоят лекарства чтобы знала старшая дочь и муж брал здесь и бупрофен бупрофен я уже показывал бупрофен 400 не пугайтесь что столько много вот это практически единственное лекарство которое я принимаю от головных болей от различных болей и в общем при простуде тоже даже консультировался с врачом врачи говорят тоже то если вот гелянг шмец ну как бы суставы вот так вот крутит или что там в общем и бупрофен от всего помогает критические дни если у женщин тоже так что ну бупрофен не знаю подходит нам всей нашей семье муж принимает дочь если что-то нужно поэтому он еще до 20 2020 года можно его хранить поэтому я уже показывал своем одном видео что я несколько упаковок заказала по выгодной цене поэтому так много дальше у меня вот такая вот симпатичная коробочка называется эрты гельфикисты в общем первая помощь я специально ее купила по моему в тэдди что он стал там два или три евро очень удобная вот такая вот она с крышкой такая вот металлическая и здесь у меня все тоже от простуды от гриппа вот такие вот альц таблетный вкус эвкалипта в общем хорошее это яблит ли по-моему покупала а это тоже самое состав тоже самый вот дешевые 299 есть 30 штук в норме покупала дальше это выписывал врач по моему мужа это очень классное лекарство геломертол это когда как бы заложенность в носу все вот как сказать чтобы слизь отделялась чтобы все выходило но облегчает и дыхание все облегчает бронхи это 20 таблеток хорошо очень средства растительное но причем да это тоже самое мы тоже помни выписывал доктор то же самое практически растительное только называется по-другому действие то же самое вот такие вот я купила брауза таблет на такие шипучие таблетки тоже я их купила в норме 399 здесь 20 штук вот успокаивает такой сильный очень кашель тоже растительное средство дальше вот такое вот средство может быть кому-то пригодится такие вот эркельтунгс капсул от простуды с эвкалиптусом с маслом эвкалипта растительное тоже средство для дыхательных путей 299 стоит здесь 60 целых мягких таких капсул вот они эти капсулы семья не лежат уже которые распечатаны с другой упаковки очень хорошая штука мне посоветовала коллега она говорит когда он только начинается простуды что-то наград я в общем рекомендовано одну капсулу день на где две капсулы сразу принимаю и потихоньку растворяется этот как эти капсулы и как как сказать пары испарения эвкалиптуса поднимается и общем все это облегчается все симптомы простуды очень хорошо помогает нам нравится вот я и муж даю всегда и сама принимаю ну дальше классических гриппостат всем известный потом вот такие вот бальзамы натираться это тоже следло и это все тоже всем известный бальзам от век тоже натираться грудь натирать можно и спину так дальше здесь вот такие вот которые я показывал уже таблетки здесь которые вот разнобойные мне остались и оставила дальше вот такой вот детский термометр электронный и это я так храню тоже иногда используюсь это используют от моей бабушки царствие небесное такое еще наш обычный старый ртутный насколько ему уже летом очень 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 стареньким был моей мамы теперь он у меня его берегу он лежит очень точно конечно иногда пользуюсь даже все хотела показать здесь вот такая вот у меня ой минц это значит мята масло мяты при головных болях да вот давят под виски и то шпанкс тут написано в общем нужно виски немножко там пару капель немножко на виски намазывать виски смазывать как мне аптеке порекомендовали пробовал как бы охлаждающий эффект хорошее действие понравилось на то что раз я пробовала этой коробке стоит дальше здесь вот в этой коробке у меня немного средств это мой может быть кому-то будет интересно одной рукой неудобно это мой я уже говорила что аппарат герет не знаю как он по-русски называется для измерения сахара в крови вот вставляются сюда вот эти вот полоски тестировать а пучек очень хорошее качество и вот это вот сама сама эта штука здесь вот даже у меня здесь показывает вставляешь такой вот патрон и там пять иголок и показывает каждый раз сколько осталось иголок для шприца да это что-то я уже забыл да это сюда полосочки вставляется это да иголочки так сейчас я на рассказываю это прокалывать палец до иголочки одноразовые точно надо шприцы тоже были все одноразовые да вот то что осталось остальное все повыкидывала конечно это вот иголочки иголочка пиксен да да вот здесь вот выходит каждый раз одна и даже ну как одна и даже разная иголочка и в общем здесь пять штук вставляется и потом каждый раз новая иголочка берется да для измерения уровня сахара в крови так дальше вы посоветовали нам из белгарии привезла вот такой вот торозидекс это такие таблетки они выводят жидкости с организма ну сказали пить при необходимости в общем выгоняет воду конечно очень хорошо в одну вот так вот на ночь выпиваешь таблеточку и потом конечно побочный эффект что несколько раз за ночь можно вставать в туалет но на самом деле если вот так вот есть такие проблемы с отеками очень хорошая штука таблетки очень хорошие могу порекомендовать дальше нож по дальше вот так классическую нож по классической всем известны это мне мама привозила это перушили как они называются на всякий случай лежат не использованы здесь вот аннотация от этого кучек герета на всякий случай лежит я же таким чего не могу этот герет и не знаю как бы он бесплатно предоставлялся во время беременности все полностью бесплатно все оплачивалось но я знаю что очень дорого стоят такие вещи и вот такой вот книжечку мне выдавали конечно было мучение мне нужно было вот 7 раз день мерить сахар же там конечно пальцы все были были сколоты уже никуда было колоть дальше вот бепантен здесь для глаз и для носа такая мать очень хорошая бепантен дальше наша с дочерью у нас ой шнуп чем аллергия такая вот на пыльцу на травы потом мурану тоже лапидиум это как бы от расстройств не как бы от расстройства да вот по носу дальше смекта еще раз не пробовал тоже мама мне привозила дальше вот эти вот капли очень хорошие это сынульки выписывали эти детские капельки и нам даже рекомендовали когда мы летали в самолете чтобы закапывали закапываешь носик я раньше тоже никогда не знала что как бы все вместе связано и не нужно специально что-то ушки закапывать в общем чтобы ушки сильно закладывал ребенок не плакал ну и вообще против насморка они не вызывают привыкания очень хорошие даже здесь написано золенка ночью и еще закрытого даже дальше вот такой вот бепантен спрей я выписывала это такой вот охлаждающий как пенка такая шамш пен тоже на всем известный от бая мы брали с собой когда первый раз летали на море сынульки было еще не было годика еще было 8 месяцев брали но слава богу не обгорели и не пригодилась это дезинфекционный спрей дальше вот такая вот понтенол мазь такая вот с понтенолом 7 процентов понтенола вот он тоже помогает если ожоги солнечные ожоги и кожу воспаленную которая чешется и которая потресканная в общем можно смазывать хорошо помогает дальше у меня вот такой набор еще запечатанную тоже я покупала это это гильфы первая помощь когда укусят клещи при клещах там щипчики в общем все у меня еще запечатана там целый набор дальше вот такая вот бодяга 911 служба спасения очень классная если сынулька меньше был от синяков и ушиб где-то ушибался ударялся пользовались мы дальше спасатель я уже показывала тоже очень классная штука не остается потом не синяков ничего в общем все рассасывает очень хорошо помогает такая вот аптетисепт у меня такая вот как вот бальзам для мускулов он согревающий тоже такой очень хороший вот расслабляет да со смарином с эвкалиптусом дальше вот такая вот мазь от велида это вундзальбы очень хорошая тоже мне рекомендовали когда мне кесарево сечение делали и потом за швом нужно было ухаживать вот я мазалась очень очень хорошая дальше тем известный витамишки сын только очень любит их бабушка нам привозит с россии потом масло чайного дерева я купила но тоже всем известный антисептик можно да и с витамином е даже в косметику в крема везде добавляйте куда угодно очень хорошая штука дальше вот продается везде в мюллере в драгереях это бульри и зальц такие для желудка как таблетки от изжоги муж у меня пользуется не бывает иногда изжога дальше я показывала масло из болгарии тоже натуральный продукт это масло за ручей пшеницы ты единственный которыми еще не просроченная нужно пользоваться дальше тоже мы покупали в болгарии вот такой вот крем против болей в общем для полно-двигательного аппарата для спины для колен общем для всего это то же самое только в жидкой форме дальше здесь и нульким вот такой вот электронный термометр дальше мне осталось тоже врачного выписывал такие вот сашетки пакетики со вкусом яблока и бананов такой порошочек это чтобы не обезвоживался организм когда расстройство когда поносик в общем такой порошочек дальше такой вот у меня на всякий случай эластичный бинт если при растяжении при ушибах дальше не слежит стрептоцит тоже на всякий случай активированный угол ностальгия скорее всего не пользуюсь никогда это такой кинезиологический тейп вот тоже я вот на именно на эти места мне моя хибама макушерка при как при как сказать прилепляла эти тейпы очень действенная штука вот продавалась это все дело в лидер для разных частей тела хочу попробовать чем сама не пробовала конечно это нужно уметь это все не так просто ну вот купила было дешево здесь такой вот . салфетка такая очки протирать дальше вот такие вот вон компресс стерильные такие вот компресс если вдруг какая-то открытая рана и дальше вот такие вот пластыри пластыри да пластырь перцовый даже написано несколько штук тоже покупали очень дешевый в болгарии ну и вот практически это все мои аптечки много чего выбросил я говорю практически только пользуемся если от аллергии средствами и основном булпрофеном все так больше особо на простуды всеми натуральными растительными таблетками всякими разными эвкалиптом в основном еще пару средств показать которые не стоят в холодильнике вот которые храним в холодильнике это вот такой вот кодала акнео это для сыночка мама привозила из россии тоже противокашливая вот для сухого кашля сказать ничего не могу не пользовалась еще никогда дальше вот такой вот хостензав тоже от эти септ это для взрослых без алкоголя без сахара против кашля очень хороший вот в общем удаляет шлайм слизь и уменьшает кашель может для детей использовать на этом общем я покупал нам для взрослых вот такой вот норофен какая суспензия с вкусом клубники сынольки тоже жаропонижающие и полеутоляющие это я сама покупала а это тоже самое только вот и буфлам тоже и бупрофен при температуре написано и при болях это выписывали нам детский врач выписывала бесплатно дальше вот такой вот фенхель хоник такое тоже от кашля вот при простуде и при кашле тоже детский пользуемся вот это вот очень хорошее средство проспан тоже выписывал нам врач для детей да очень очень хорошее средство с плющом против кашля тоже для слизистой слизь растворяет и в общем без алкоголя классная штука дальше облепиховое масло не пользуюсь надо скорее всего маме его дам она мне его привозила дальше вот такая вот штука когда мы делали первый раз чистку зубов профессионально вот такой вот гель хлор кексомет лежит вот написано что после то использовать антибактериальный такой лежит холодильнике на пользу с не буду выброшу дальше вот такой вот дефолак болгарин покупали два было пакетика интересно пакетиках так вот продают что хотела сказать постучит сынурки использовали это устройство дальше прополис настойка прополиса мама мне привозила тоже от всего несколько капелек можно горло паскать при простуде при всем чем угодно то тоже прополис тинктура вот дальше вот такой вот мама мне такой вот гель привозила он от керписа еще запечатан такой бутылочки это у меня тоже подсказывал сейчас спасатель еще запасной нам бабушка привезла один лежит новый в холодильнике распечатанный и вот такая вот гелевая подушечка когда мне удаляли тоже вот даже написано что из праксиса и номера телефонов это такой гель он лежит холодильнике если вдруг что-то тоже какой-то ушиб или что-то но мне давали когда мне зубы мудрости зубы мудрости вырывали прикладывать нужно было холодное ну вот такая вот такое мое расслабление было птички я с собой довольна ставьте пальчики вверх если вам нравится такое видео надеюсь вам понравилось всего самого замечательного пока пока